Хворостовский Оперных театрах земного шара Красавец-мужчина Любимец-женщин Друг Пласита Доминго Лучья на повороте Анна Нетребко И Игоря Крутого Давайте вместе вспомним Этого выдающегося человека Через его жизненные ноты судьбы Дмитрий Александрович родился 16 октября 1962 года в Красноярске По профессии оперный певец Певческий голос, драматический баритон Инструменты, фортепиано, жанры, опера и романс Его рост составлял 193 см Вес 90 кг Знак зодиака, весы Что позволило этому талантливому певцу Добиться мирового успеха Давайте увидим, как все развивалось Как проходил нелегкий путь к успеху Дмитрия Александровича Хворостовского Дима родился и вырос в интеллигентной семье Отец – инженер-механик «Мама – врач» Оперным певцом Хворостовский стал благодаря отцу Отец Сергей Степанович любил петь Играл на фортепиано Кроме того, он собрал большую коллекцию записей мировых звезд оперной сцены Диму с детства окружала классическая музыка и оперные арии В четыре года он начал довольно точно их воспроизводить Таким образом, привыкать к классической музыке он начал уже в раннем возрасте Первые уроки игры на фортепиано он получил от отца Затем поступил в музыкальную школу Преподаватели пророчили ему карьеру пианиста Однако парень поступил в педагогическое училище и стал осваивать современные музыкальные направления Включая хард-рок Выступал в составе молодежной группы Пробовал себя и в роли вокалиста Получив специальность учителя музыки, Хворостовский поступил на вокальное отделение Красноярского училища искусств К тому времени преобразованного в институт Педагогом Хворостовского стала Е.К. Йофель Уроки которой знаменитый певец всегда вспоминал с благодарностью Еще до получения диплома Дмитрий стал выступать в симфонических концернах Принимать участие в постановках Красноярского театра оперы и балета А с 1985 года был зачислен в его труппу Темная ночь Только пули свистят по стыбе Только ветер гудит провода Пускло звезды мерцают В 1989-м Дмитрий женился на танцовщице кардебалета Светлане Ивановой У которой уже была дочь от первого брака Друзья все время отговаривали его жениться на Светлане Женщины с сомнительной репутацией Но он не обращал внимания на различные слухи о своей возлюбленной Большая любовь была В 1994 году супруги переехали жить в Лондон Где в 1996-м у них родились близнецы Александр и Данила К сожалению, семейное счастье длилось недолго Однажды, вернувшись с гастролей раньше времени Хворостовский застал жену с любовником в интимной сцене В ярости он избил их обоих В 1999-м супруги расстались и оформили развод в 2001-м Перераздельное имущество Светлана забрала себе все Дом, квартиру, машины и 170 тысяч фунтов стерлингов в год на содержание Вторая супруга Дмитрия итальянского и швейцарского происхождения Пианистка и певица Флоранс Хворостовская Родом из Женевы Сам Дмитрий не раз признавался в интервью Что в какой-то момент начал расслабляться с помощью алкоголя Но именно Флоранс вернула в его жизнь трезвость, свет, романтику и нежность В 2003-м году у пары родился сын Максим А в 2007-м дочь Нина Флоранс не только выучил разговорный русский язык Но еще и прочитал в оригинале всего Достоевского и Чехова На частый вопрос журналистов, почему седые волосы, певец всегда отвечал Волосы у меня натурально седые, гены, знаете ли, по маминой линии Мама у меня стала седой лет в 20 с чем-то, а я начал сидеть чуть ли не с 17-ти В конце сентября 2015 года певец возобновил концертную деятельность Выйдя на сцену с Анной Нетремко в Нью-Йоркское Метрополитен-Опера В опере Джузеппе Верди Трубадур, где Хворостовский вновь исполнил главную партию графа Дилуна Белые розы к ногам Дмитрия Александровича от музыкантов Метрополитен-Опера Как знак восхищения певцом, вышедшим победителем из схватки с болезнью Это было первое выступление Хворостовского после курса лечения от рака головного мозга Я рад, что все так прошло Я был в нормальном состоянии, в нормальной форме И, конечно, огромная поддержка публики Открыли меня еще вдвойне Коллега Хворостовского по сцене Красноярского оперного театра вспоминает Что в юности цыганка нагадала Дмитрию славу, успех, двух жен и много детей А также, что он серьезно заболеет, но сумеет справиться с болезнью и доживет до старости Но гадалки тоже ошибаются 22 ноября 2017 года в Лондоне скончался народный артист России Мировой оперный певец Дмитрий Хворостовский Длительное время страдавший от онкологии Свет берез В моем сердце всегда этот свет берез Свет берез По дорогам земным Как любовь пронес Если было интересно и занимательно То нажми кнопочку подписаться на канал Чтобы следить и быть в курсе новых видео Звездный океан Всегда с тобою Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok